Еще один вопрос. Сегодня он обсуждается действительно на территории Назаровского района уже с жителями. Люди просто опасаются, что вот крупнорогатый скот, новый собственник Сибиряка, с 1 сентября уже весь забьет. Может быть вы какой-то обладаете информацией? Слушайте, вот вы в большей степени обладаете информацией, которая основана на домыслах, значит, на каких-то, извините, ну, на заваленке посидели, пообсуждали и вот пришли к такому выводу. Я вот на совещании говорил и сейчас скажу, что приход любого инвестора это действительно очень такая тактильная, очень щепетильная тема для тех людей, которые ранее работали там. Да, у них есть, может быть, завышенные какие-то, ну, ожидания, что ли, что все вдруг вот в одночасье станет лучше. Давайте, значит, вот приход любого инвестора это очень сложная тема. Это требует анализа существующих дел, это выработка новых мер, новых подходов, это возможность, ну, может быть, даже унификации каких-то направлений работы этих предприятий, входящих в мощнейший холдинг. Ведь каждое предприятие раньше, оно представляло собой как отдельное юридическое лицо. Я еще раз говорю, это Дымская, и Краснополянская, и Сахартинская, и Подсосинская. Это были хозяйства, ну, с общим уровнем оценки, это, ну, среднеэффективная, некоторые там выше средней по эффективности. Но сейчас вот случилось пять лет вот так. Сейчас будет по-другому абсолютно, и я уверен, и губернатор будет держать руку на пульсе, и, соответственно, по его распоряжению и правительству, и я, как профильный министр, буду отвечать за то, что происходит в территории. Но это не просто, это все. Да, будут, наверное, оптимизироваться некоторые процессы. Еще маленький вопрос уточняющий, чтобы уже разведить окончательно слухи дома. Все, я заканчиваю. Продолжение следует...